От крупномасштабных пожаров до паводков. В этом году амурским спасателям пришлось серьезно потрудиться. В области было зарегистрировано свыше 400 природных пожаров. Горели леса, поля, деревни. Неприятности принес и летний паводок. От подтопления пострадало 34 населенных пункта. Были разрушены автомобильные дороги, мосты и лэп. На ликвидации этих последствий пришлось трудиться сотрудникам амурского МЧС. А после работы в Преамурье многие из них отправились в Приморье. Уже там спасать людей от наводнения. В этот день на сцене ОКЦ чествовали лучших из лучших. Вручили благодарственные письма и грамоты отличившимся главам городов и районов, которые помогали спасателям бороться со стихийными бедствиями. А также наградили диспетчеров Единой диспетчерской службы Благовещенска. Пятерых из них особо отметил губернатор Преамурье Александр Козлов. На подведение итогов года назвали и лучшего начальника поисково-спасательного отряда. Им стал Александр Башев. Его отряд был сформирован в 2009 году. В первые годы в подчинении было всего пять человек. Сегодня в штате 10 спасателей. Эти отважные мужчины работают на территории всего Зейского района. Их ежедневная работа как подвиг. Хотя сами они скромно признаются, спасатель это состояние души. Знаете, однажды Фаина Ранецкая сказала, если вы хотите отдыхать всю жизнь, выберите себе профессию по душе. Я считаю, что все 10 человек, которые работают у нас, они выбрали себе профессию по душе. Потому что человек, который способен выполнять такие сложные задачи, вставая, так сказать, от своей работы, не любя ее, он никогда их не выполнит. То, что профессия выбрана по душе, подтверждают и благовещенские огнеборцы. Их назвали одними из лучших в области. Прямо на сцене начальнику Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Константину Рыбалко вручили ключи от новой, современной пожарно-спасательной машины. Мария Красивова, Ирина Кабзарь, Андрей Цветков, Первый областной.